Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот я сейчас хожу туда-сюда, мимо вот этих перцев, и решила все-таки рассказать вам, поделиться своими догадками, что ли, может быть действительно миф о капризности перца сладкого очень преувеличен у нас, среди нас, огородников. У меня просто так получилось, что я забраковала три лотка перца, и вообще, ну выставила их в теплице, выбросила, с учетом на то, что они нехорошие, они мне не подходят, там у нас с этими перцами свои проблемы. Взяла грунт необработанный, не полила дезинфицирующим, и началось то ли черное, ну наверное черная ножка, вот такое вот. Всегда поливаю или марганцовкой, или чем-то, а тут думаю, ну ладно, уже весна, им осталось-то здесь. Короче, начали болеть, выкинула вообще три лотка на улицу. И даже не обращала внимания, там, какие из них умерли, какие не умерли, я на них поставила крест, раз они зараженный грунт, все, ничего хорошего, забраковала. Вот они ночь одну простояли, день, еще одну ночь, и вот сегодня я вышла, и на удивление, кроме тех, которые вот изначально, которых срубила черная ножка, остальные стоят живые и здоровые. Вот даже вам градусник показываю. Сейчас 10 утра, у нас холодновато, 9-10 градусов, ночью было 5. Предыдущая ночь тоже была очень холодная, был ледяной дождь, все, они стоят. И вот после этого, я не знаю, даже язык не повернется говорить о том, что, ой, перцы такие капризные, они, не знаю, ну мне кажется, да, мы их, конечно, нежем лелеем, мы им всегда теплое место. Вот сейчас хочу эти, которые остались, даже занести назад. Если уж они выстояли, 5-градусную температуру, две ночи стояли. Единственное, что вот второй лоток, вчера солнышко, когда выходило, у них солнечный ожог случился на листиках, вот видите, вот это солнечный ожог, потому что их нельзя поливать на солнце, и вообще резко из теплицы, где они стояли в таком, ну как не на ярком солнце, а в полутени, вот мы их выбросили на солнце, и они сразу вот так сожглись. Ну главное, что от холодной-то температуры они не погибли, они больше пострадали от солнца, а вот эти вот даже от солнца не пострадали. И вот миф о их капризности, наверное, сильно преувеличен. Сейчас холодный ветер у нас, но 9-10 градусов, это тоже уже критическое даже для томатов. Перцы стоят, у них даже новый лист начал расти. Вот тебе парадоксы огорода. Это никакой, я даже не выводы никакие не буду делать, не буду говорить, что выращивайте в холодных условиях. Просто видите, какие чудеса иногда нам показывают растения. То они в теплой теплице не хотят расти, мы холим их, лелеем, теплой водичкой поливаем. Тут под ледяным дождем при 5-градусной температуре две ночи пережили. И стоят живые, здоровые. На них вот глядя, даже не подумаешь, что они как больные какие-то или что-то. Все, до свидания.